С твоей точки зрения, есть ли тенденция оформленной инфраструктурой, в основном, коммунительным городам, коммунительным регионам, есть ли тенденция также от перехода от информационной технологии к интеллектуальным технологиям? Технологии на столкновение искусственного интеллекта чувствуются? Ну, она пока чувствуется, наверное, больше в информационной повестке и, наверное, в поход ближайшего времени, потому что, когда мы говорим о городах, используя наши справы и условия, мы регулярно слышим вопросы, типа, как с искусственным интеллектом, и мы всегда отвечаем, что пока приходится справляться естественно на данном этапе, но понятно, что искусственный интеллект, он в том, что когда уже есть какая-то там внятно, скажем, как сформулированная задача для него, и, ну, вот, в нашем понимании, чуть-чуть на более ранней стадии мы сейчас находимся сейчас в городской инфраструктуре, но в ближайший год-два, наверное, уже начнутся какие-то раскидры, используемые искусственные инфраструктуры. То есть пока естественно ему хватает, да? Ну, не всегда хватает, но мы с этим боремся. Так, коллеги, продолжаем дальше. Докачек, прошу в пределах 7-8 минут выступления следующий выступающий. Малеря Ильича Хрифанова, юрист-эвен-партнерс, ОКХП в IT и теории практики. Прошу. Добрый день, Малеряки. Я сегодня прошу скручить презентацию. Я сегодня хотела бы рассказать о том, что особенности ОКХП в IT, относится к теории и практике, и начну немножко с истории. Как уже сказали коллеги, до 2018 года ОКХП в IT не является объектом, в отношении которого могут заключаться консенсационные соглашения, соглашения государственного частного партнерства. Однако заключались отраслевые соглашения, которые в себя включали объекты информационной технологии как составную часть объекта соглашения. Наверное, самым ярким объектом таких проектов является консенсационное соглашение в отношении системы осознания плата платона. При этом после этого консенсационного соглашения отмечался некоторый рост в отношении создания таких проектов формирования, но и это не умоляло рисков, которые касались таких соглашений, и части признаний недействительными, и такой риск коснулся консенсационного соглашения в отношении создания эксплуатации системы обустройства автомобильных дорог, создания комплекса фото- и видеофиксации, как раз о которых мы уже говорили, нарушение правил дорожного движения. Двухаражный суд Турбургской Республики признал, что консенсационные соглашения в действительном и сложном аппаратно-программные комплексы, и ЦОДы, которые создавались в рамках данного консенсационного соглашения, не являются элементами обустройства автомобильных дорог, и, соответственно, в отношении них не может быть запрещено консенсационное соглашение. И когда в 2018 году было принято объекты IT, были внесены перечни объекты, в отношении которых могут быть запрещены консенсационные соглашения и соглашения о государственном частном партнерстве, рост, который ожидался от этих проектов, он не совпал с ожиданием, скажем так. И я попробовала разобраться, какие могли быть препятствия на соотношении как раз этой теории практики у участников рынка ГЧП и какие препятствия могут быть в настоящее время. Первое, мне кажется, препятствие, о котором также ранее коллеги говорили, и которое было устранено в прошлом году с 604-ми федеральным законом, это запрет на заключение соглашения о принципиально частном партнерстве в отношении объектов информационных технологий, а также некоторая неопределенность в отношении возможности заключения концессионных соглашений, в которых объектами являются объектами информационной технологии на уровне муниципалитета. Но это не помешало заключению концессии Краснокорской в отношении создания базы данных, программного обеспечения, в отношении создания баз данных и хранения обработки информации в отношении движимости и земельных участков, которые не находятся на налоговом бюджете. Мне кажется, эти примеры, вот то внесение объектов информационной технологии, в отношении которых могут заключаться такие соглашения, уровни муниципалитетов, и то, что участники рынка заключали подобные соглашения и ранее, говорит о том, что регулятор все-таки прислушивается к трендам, которые существуют на рынке, и вновь это изменения в законодательстве, которые должны простимулировать рынок и участникам заключения таких соглашений. Следующий вопрос, который мне кажется также актуальным сейчас, касается множественности участников со стороны концидента и публичного партнера. Поясню, с чем он связан. В законе есть возможность на проведение совместного конкурса в случае, если имущество находится в собственности или будет находиться в собственности разных публичных образований объекта. Однако не урегулированы вопросы, как на основании такого конкурса будет заключаться соглашение. Это единое соглашение с множеством участников концидентов и публичных партнеров, или это отдельное соглашение с каждым отдельно взятым концидентом и публичным партнером. При этом, мне кажется, данный вопрос особенно актуален именно для объектов информационной технологии в связи с их природой. С возможностью реализации эксплуатации это то самое, что верно, о котором мы говорили ранее, одновременно, например, на территории нескольких публичных проводок образования. Возможно, несколько муниципалитетов или участие регионным муниципалитетам. При этом, мне кажется, преимуществом для таких соглашений с точки зрения концидентов и публичного партнера может быть возможность распределения разных таких объектов информационных технологий, распределения финансового участия, распределения рисков не только между частным партнером, консессионером и концидентным публичным партнером, но также и между этими концидентами. Ну, и тут тоже у нас есть пример, несмотря на то, что в серой зоне регулирования находятся данные вопросы, это пример проекта цифрового приморья. При этом, например, проект структурировал Семен так не столько, наверное, за необходимость и множественность участия консидентов, но и при том, что в тот момент консессионное соглашение не могло быть заключено на уровне муниципалитета. Именно поэтому, правда, данного проекта исключительные права достались региону, финансовую часть проекта осуществляет только консидент регион, при этом муниципалитеты получили права на владение и пользование объектом информационной технологии, а консессионную плату получают все консиденты, соответственно. И третьим вопросом, который мне кажется актуальным для объектов информационных технологий, связан с автоматизацией государственной функции, которую зачастую выполняют объекты информационных технологий. Это как раз объекты, которые создаются в отрасли государственного управления и которые, тесно, связаны с контрольно-надзорной деятельностью. Тут я, скорее, хочу обратить внимание участников РНКЧП, участников таких соглашений на структурирование и конкретизацию обязательств, в том числе, концессионеров, участников партнеров в рамках данных проектов и провести, рассмотреть один интересный кейс, по которому Арбитражный суд Республики Бушков-Казан в начале октября принес решение. В чем был вопрос? По мнению антимнопольного органа и Арбитражного суда концессионеров в рамках концессионного соглашения на создание геоинформационной базы данных в отношении администрации городского округа города СПА были переданы полномочия органам местного самоуправления по выявлению нарушения обязательных требований закона. Что делал концессионер? Концессионер в рамках создаваемой геоинформационной базы данных собирал и выявлял сведения, которые нарушают земельное законодательство, формировал отчет и указывал в этом отчете тип такого нарушения и производил расчет штрафа, который необходимо застать с нарушителя земельного законодательства. Так вот, Арбитражный суд и антимнопольный орган сказали, что это непосредственное осуществление полномочия органа местного самоуправления и постановил внести изменения в концессионное соглашение. Мне кажется, это дело акцентирует как раз наше внимание на необходимости корректной формулировки обязанности концессионера и частного партнера, особенно в отношении объектов и проектов, где объекты тесно связаны с контрольно-надзорной деятельностью. Ну и, плюс, мне кажется, перемешает на то, что это консессионное соглашение заключено на уровне муниципалитета, еще одно внесение изменений в законодательство, до принятия штрафа к федеральному закону, что, мне кажется, еще один плюс-копилочку запроса со стороны рынка на участие муниципалитетов в таких проектах в отношении объектов информационных технологий. Также хотелось сказать, что с большим количеством обсловивания решений архитектурных судов, анализом законодательства и новостей в сфере Гачкова, вы можете отнакомиться в нашем телеграм-канале, который веду я и мои коллеги Георг Барберс. Благодарю за внимание и готов ответить на ваши вопросы. Спасибо большое за внимание. Судебная практика всегда и заземляет нас, и обогащает с точки зрения практических примеров, но и на самом деле пример хороший, потому что не признали недействительным, дали конкретное указание, которое исправил и позволил дальше проект реализовать, который, в принципе, стартовал после оборудования определялась. Идем дальше. Следующий выступающий Сергей Емко-Кириллов, комплексный проект. Какие проекты являются наиболее перспективными с точки зрения дополнительных, хороших цветов, появляющихся как для частной страны, так и для заказчика. Комплексность. Комплексные проекты, на взгляд, на вашему мнению, обладают существенными преимуществами перед монопроектами. Под комплексными я имею в виду проекты, в пределе которых можно, наверное, привести пример того же самого безнапаментного цехового примурия. Там, насколько я помню, порядка 30 разных сервисов, но это, конечно, может быть, в чем-то избыточная для многих регионов, поэтому каждый комплексный действитель надо формировать, ускоряя лица, те поля и той инвентур, которые есть на месте. Но при этом данный подход позволяет заказчику, во-первых, сэкономить. Потому что в рамках комплексного проекта внедряется дополнительная инфраструктура, которая задействована для нескольких подсистем, которую заказчик потом может переиспользовать в своих следующих внедрениях, в рамках уже покупки за бюджет каких-то систем, в других отраслях финансово-хозяйственной деятельности. Вместе с этим, наверное, основной проблемой, которая, с которой мы, по крайней мере, сталкиваемся в реализации комплексных проектов «Умного города» на территориях, это не всегда достаточный бюджетный, скажем так. И комплексный подход, который, опять-таки, проводирует возможность внедрения нескольких разных подсистем из разных областей предметных, он позволяет преодолеть, скажем так, вот этот бюджетный петлицид, позволяя создать каркас и ядро из нескольких подсистем, которые будут генерировать необходимое количество денежного потока, который будет покупать не только внедрение собственных подсистем, которые его генерят, но и будет появляться дополнительная дельта, которая сможет обувить дополнительные системы, специально значимые для регионов, которые по каким-то другим планам развития необходимы, но на которые денег в моменте сейчас нет. Я где-то еще, помнится, в 2014-м пытался проводить сравнение моделей, когда внедряли как раз в фиксацию весогабариты, и в том уровне цен, по крайней мере, получалось, что набор из подсистем транспортного, потока, который генерит, соответственно, достаточно доходит поток денег, позволяет при определенном, опять длиннении модели, на где-то две-третье внедрение доходного капеца, на который генерит деньги, положить еще где-то примерно одну-треть лет доходного. Здесь, конечно, в каждой модели будет свое, но просто порядок цен по ретроспективе. Сейчас появилось, конечно, большее количество еще дополнительных систем, которые позволяют генерировать поток, помимо транспортных систем, как я уже сказал, к ним относятся и парковки, и билетная система, есть еще более экзотические платные путепроводы. Соответственно, ЖКХ, все, что связано с потреблением ресурсов, тоже очень неплохо генерит, это две основные базы для отрасли, которые следует включать в комплексный проект, потому что на них можно опереться. При этом есть еще арендные вещи, есть рекламные вещи, есть умные теплые установки, в рамках которых можно генерять тоже некое количество систем, которые генерят определенный денежный поток, но здесь надо в каждом конкретном регионе, в каждом конкретном кейсе считать модель, потому что уровень цены везде разный, уровень капитальных затрат разный, и операционный тоже. Но, тем не менее, они есть, их можно в пластике есть. Чем еще такой подход кажется интересным и примечательным, тем, что он позволяет косвенно развивать разработчиков и производителей некого инновационного, скажем так, инновационной продукции у нас в стране, которые хотели бы, может быть, развивать подсистемы и создавать их для умного города, но при этом они не понимают, как они будут дальше выглядеть. И развитие комплексов проектов ВЧП, и в частности, концессий, которые мне тоже очень нравятся из-за того, что у них уже достаточно большая, правда, применительная практика, и существует...